Расскажем, что значит жить по Библии с научной точки зрения. А то разные проповедники постоянно призывают нас жить по Библии. Из принципа историзма делаем простой вывод, что для того, чтобы жить по Библии, нужна территория, на которой условия соответствуют тем, которые были во времена, когда писалась Библия. Но даже если вы найдете живущие в пустыне кланы скотоводов, то мировоззрение, культура, религия, живущих там людей, все равно будут отличаться от того, что было во времена, когда писалась Библия. И жить вы там будете не по Библии и даже не по Корану, а так, как вам скажет ближайший к вам полевой командир из местной террористической или национально-освободительной вооруженной группировки. А потому что он там власть? Свобода вероисповедания в библейские времена не было. Таким образом, с научной точки зрения жить по Библии невозможно. Любое подражание героям библейских книг и даже следование советам библейских мудрецов будет нарушением принципа историзма, так как библейские персонажи жили в других условиях, и у них было другое мировоззрение, другая мотивация, и каждая книга из сборника по имени Библия писалась для конкретной группы своих современников, а не для тех, кто через несколько тысяч лет будет эту книгу читать. Однако в формировании религиозного мировоззрения активно участвуют не только научные способы познания мира, но и демагогия. То есть набор ораторских и полемических приемов, позволяющих ввести слушателей в заблуждение и таким образом склонить их на свою сторону. С помощью сложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках и подмене понятий. Употребляя термины жить по Библии, жить по заповедям, религиозный деятель обычно имеет в виду слушать себя и свою религиозную организацию, как толкователя Библии, и покупать, соответственно, свои религиозные товары и услуги. Термины «православная жизнь», «христианская жизнь», «богочестивая жизнь» подразумевают примерно то же самое. Скорее всего, вся демагогия про жизнь по Библии сводится к тому, что вы должны будете посещать мероприятия религиозной общины, создавать там массовку и нести в эту общину свои деньги. А община вам вообще ничего не должна. А вообще-то религиозная община – это зародыш современных некоммерческих организаций и политических партий. И религиозная община, взамен того, что люди туда вкладывают свое время и деньги, должна вообще-то защищать их экономические и политические интересы. По крайней мере, так было и в библейские времена, и так было даже в Средневековье. И так даже в наше время есть в некоторых религиозных организациях в США и в Европе. Например, средневековые монашеские ордена давали возможность даже простолюдину сделать быструю и успешную карьеру и повысить социальный статус и уровень жизни. Что полезного, кроме пустых разговоров, может предложить священник из православного храма или сектантский проповедник с улицы, я, честно говоря, даже не знаю. Раз люди туда идут, значит им в этой системе что-то нравится и пофиг. Ну и пусть себе идут. Сейчас свобода вероисповедания. Куда хотите, туда идите и пофиг.